После этого, сказал я, ты можешь уподобить нашу человеческую природу в отношении просвещенности и непросвещенности вот к какому состоянию. Представь, что люди как бы находятся в подземном жилище, наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет. С малых лет у них на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места. И видят они только то, что у них прямо перед глазами. Ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине. А между огнем и узниками проходит верхняя дорога. Огражденная, представь, невысокой стеной. Вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих помощников, когда поверх ширмы показывают кукол. Это я себе представляю. Так представь же себе и то, что за этой стеной другие люди несут различную утварь, держа ее так, что она видна поверх стены. Проносят они и статуи, и всяческие изображения живых существ, сделанные из камня и дерева. При этом, как водится, одни из несущих разговаривают, другие молчат. Прежде всего, разве ты думаешь, что, находясь в таком положении, люди что-нибудь видят? Свое ли, или чужое, кроме теней? Which the fire throws on the opposite wall of the cave. Отбрасываемых огнем на расположенную перед ними стену пещеры. True, he said. How could they see anything but the shadows? А как же им видеть что-то иное? If they were never allowed to move their heads. Раз всю свою жизнь они вынуждены держать голову неподвижно. And of the objects which are being carried in like manner, they would only see the shadows. А предметы, которые проносят там, за стеной? Не то же ли самое происходит и с нами? Yes, he said. То есть? And if they were able to converse with one another. Если бы узники были в состоянии друг с другом беседовать. Would they not suppose that they were naming what was actually before them? Разве, думаешь ты, не считали бы они, что дают название именно тому, что видят? Very true. Непременно так. And suppose further that the prison had an echo which came from the other side. Далее. Если бы в их темнице отдавалось эхом все, что бы не произнес любой из проходящих мимо. Would they not be sure to fancy, when one of the passersby spoke, that the voice which they heard came from the passing shadow? Думаешь ты, они приписали бы эти звуки чему-нибудь иному, а не проходящей тени? No question, he replied. Клянусь Зевсом, я этого не думаю. To them, I said, the truth would be literally nothing. Такие узники целиком и полностью принимали бы за истину тени, проносимых мимо предметов. That is certain. Это совершенно неизбежно. And now look again. And see what will naturally follow if the prisoners are released and disabused of their error. Понаблюдай же их освобождение от оков, неразумие и исцеление от него. Иначе говоря, как бы это все у них происходило, если бы с ними естественным путем случилось нечто подобное? Когда с кого-нибудь из них сниму такого, заставит его вдруг встать, повернуть шею, пройтись, взглянуть вверх, в сторону света, Ему будет мучительно выполнять все это. The glare will distress him, and he will be unable to see the realities of which in his former state he had seen the shadows. Он не в силах будет смотреть при ярком сиянии на те вещи, тень от которых он видел раньше. And then, conceive someone saying to him, that what he saw before was an illusion. И как ты думаешь, что он скажет, когда ему начнут говорить, что раньше он видел пустяки? But that now, when he is approaching nearer to being, and his eyes turn towards more real existence, he has a clearer vision. What will be his reply? А теперь, приблизившись к бытию и обратившись к более подлинному, он мог бы обрести правильный взгляд. And you may further imagine that his instructor is pointing to the objects as they pass. Да еще если станут указывать на ту или иную проходящую перед ним вещь. And requiring him to name them. Will he not be perplexed? И заставит отвечать на вопрос, что это такое? Will he not fancy that the shadows, which he formerly saw, are truer? Не считаешь ли ты, что это крайне его затруднит, и он подумает, будто гораздо больше правды в том, что он видел раньше, than the objects which are now shown to him? Чем в том, что ему показывают теперь? Far truer. Конечно, он так подумает. And if he is compelled to look straight at the light? А если заставить его смотреть прямо на самый свет? Will he not have a pain in his eyes, which will make him turn away, to take refuge in the objects of vision, which he can't see? Разве не заболят у него глаза? И не отвернется он поспешно к тому, что он в силах видеть? And which he will conceive to be in reality clearer than the things which are now being shown to him? Считая, что это действительно достовернее тех вещей, которые ему показывают. True, he said. Да, это так. And suppose once more, that he is reluctantly dragged up a steep and rugged ascend. Если же кто станет насильно тащить его по крутизне вверх, в гору? And held fast until he is forced into the presence of the sun himself. И не отпустит, пока не извлечет его на солнечный свет? Is he not likely to be pained and irritated? Разве он не будет страдать и не возмутиться таким насилием? When he approaches the light, his eyes will be dazzled. А когда бы он вышел на свет, глаза его настолько были бы поражены сиянием? And he will not be able to see anything at all of what are now called realities. Что он не мог бы разглядеть ни одного предмета из тех, о подлинности которых ему теперь говорят. Not all in a moment, he said. Да, так сразу он этого бы не смог. He will require to grow accustomed to the sight of the upper world. Тут нужна привычка, раз ему предстоит увидеть все то, что там наверху. And first, he will see the shadows best. Начинать надо с самого легкого. Сперва смотреть на тени. Next, the reflections of men and other objects in the water. Затем на отражение в воде людей и различных предметов. And then the objects themselves. А уж потом на сами вещи. Then, he will gaze upon the light of the moon and the stars and the spangled heaven. And he will see the sky and the stars by night, better than the sun or the light of the sun by day. При этом то, что на небе, и самое небо ему легче было бы видеть не днем, а ночью, то есть смотреть на звездный свет и луну, а не на солнце и его свет. Несомненно. Less of all, he will be able to see the sun. И, наконец, думаю я, этот человек был бы в состоянии смотреть уже на самое солнце. And not mere reflections of him in the water. But he will see him in his own proper place and not in another. And he will contemplate him as he is. Находящийся в его собственной области и усматривать его свойства, не ограничиваясь наблюдением его обманчивого отражения в воде или в других ему чуждах средах. Certainly. Конечно, ему это станет доступно. He will then proceed to argue that this is he who gives the season and the years. И тогда уж он сделает вывод, что от солнца зависят и времена года, и течение лет. And is the guardian of all that is in the visible world. И что оно ведает всем в видимом пространстве. And in a certain way, the cause of all things which he and his fellows have been accustomed to behold. И оно же каким-то образом есть причина всего того, что этот человек и другие узники видели и раньше в пещере. Ясно, что он придет к такому выводу после тех наблюдений. Так как же, вспомнив свое прежнее жилище and the wisdom of the den and his fellow prisoners, тамошнюю премудрость и сотоварищей по заключению, do you not suppose that he would felicitate himself on the change and pity them? Разве не сочтет он блаженством перемену своего положения? И разве не пожалеет своих друзей? Certainly, he would. И даже очень. And if they were in the habit of conferring honors among themselves, on those who were quickest to observe the passing shadows, and to remark, А если они воздавали там какие-нибудь почести и хвалу друг другу, награждая того, кто отличался наиболее острым зрением при наблюдении текущих мимо предметов, и лучше других запоминал, Which of them went before, and which followed after, and which were together, and who were therefore best able to draw conclusions as to the future? Что обычно появлялось сперва, что после, а что и одновременно, и на этом основании предсказывал грядущее? Do you think that he would care for such honors and glories? То, как ты думаешь, жаждал бы всего этого тот, кто уже освободился от уз? Or envy the possessors of them? И разве завидовал бы он тем, кого почитают узники, и кто среди них влиятелен? Would he not say with Homer? Или он испытывал бы то, о чем говорит Гомер? Better to be the poor servant of a poor master, and to endure anything, то есть сильнейшим образом желал бы, как паденщик, работая в поле, службой у бедного пахаря, хлеб добывать свой, насущный, и скорее терпеть что угодно, rather than think as they do, and live after their manner, Только бы не разделять представлений узников, и не жить так, как они. Yes, he said. I think that he would rather suffer anything, Я-то думаю, он предпочтет вытерпеть все что угодно, than entertain these false notions, and live in this miserable manner. Чем жить так? Imagine once more, I said, such a one coming suddenly out of the sun, to be replaced in his old situation. Обдумай еще и вот что. Если бы такой человек опять спустился туда, и сел бы на то же самое место, Would he not be certain to have his eyes full of darkness? Разве не были бы его глаза охвачены мраком при таком внезапном уходе от света солнца? To be sure, he said. Конечно. And if there were a contest, and he had to compete in measuring the shadows with the prisoners, who had never moved out of the den, А если бы ему снова пришлось состязаться с этими вечными узниками, разбирая значение тех теней? пока его зрение не притупится и глаза не привыкнут, and the time which would be needed to acquire this new habit of sight might be very considerable, а на это потребовалось бы немалое время, Would he not be ridiculous? Разве не казался бы он смешон? Men would say of him that up he went and down he came without his eyes. О нем стали бы говорить, что из своего восхождения он вернулся с испорченным зрением, and that it was better not even to think of ascending. А значит, не стоит даже и пытаться идти ввысь. And if anyone tried to lose another and lead him up to the light, А кто принялся бы освобождать узников, чтобы повести их ввысь? Let them only catch the offender, and they would put him to death. Того разве они не убили бы, попадись он им в руки? No question, he said. Непременно убили бы. This entire allegory, I said, you may now append, dear главкон, to the previous argument. Так вот, дорогой мой главкон, это уподобление следует применить ко всему, что было сказано ранее. The prison house is the world of sight. Область, охватывая мое зрение, подобна тюремному жилищу. The light of the fire is the sun. А свет от огня уподобляется в ней мощи солнца. And you will not misapprehend me if you interpret the journey upwards to be the ascent of the soul into the intellectual world. Восхождение и созерцание вещей, находящихся в вышине, это подъем души в область умопостигаемого. According to my poor belief, which, at your desire, I have expressed. Если ты все это допустишь, то постигнешь мою заветную мысль, коль скоро ты стремишься ее узнать. Whether rightly or wrongly, God knows. А уж Богу ведомо, верна ли она. But whether true or false, my opinion is that in the world of knowledge, the idea of good appears less of all. Итак, вот что мне видится. В том, что познаваемо, идея благо это предел. And is seen only with an effort. И она с трудом различима. And, when seen, is also inferred to be the universal author of all things beautiful and right. Но стоит только ее там различить, как отсюда напрашивается вывод, что именно она причина всего правильного и прекрасного. Parent of light and of the lord of light in this visible world. В области видимого она порождает свет и его владыку. And the immediate source of reason and truth in the intellectual. А в области умопостигаемого она сама владычица, от которой зависят истина и разумение. And that this is the power upon which he, who would act rationally either in public or private life, must have his eye fixed. И на нее должен взирать тот, кто хочет сознательно действовать, как в частной, так и в общественной жизни. I agree, he said, as far as I am able to understand you. Я согласен с тобой, насколько мне это доступно. Moreover, I said, you must not wonder that those who attain to this beatific vision are unwilling to descend to human affairs. Тогда будь со мной заодно еще вот в чем. Не удивляйся, что пришедшие ко всему этому не хотят заниматься человеческими делами. For their souls are ever hastening into the upper world where they desire to dwell. Их души всегда стремятся ввысь. Which desire of theirs is very natural, if our allegory may be trusted. Да это и естественно, поскольку соответствует нарисованной выше картине. Yes, very natural. Да, естественно.